Но для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, требуется восстановление. Лечение и реабилитация продолжается посредством профессиональной терапии на базе лечебно-реабилитационного центра. Работы медиков направлены на устранение последствий от COVID-19, восстановление утраченных сил и функций организма. Альбина Ламкова продолжит тему. Первоначальная реабилитация переболевших коронавирусной инфекцией на базе лечебно-реабилитационного центра началась с медицинских работников, которые перенесли болезнь в тяжелой форме. Эта инициатива исходила от главного врача учреждения по респитим резовым. Результаты по их восстановлению в условиях дневного стационара прошли успешно. После под руководством главного врача была разработана специальная программа по реабилитации больных среди населения. Одна из процедур – сеанс в соляной комнате. Этот метод улучшает бронхолегочную проводимость и показан при различных хронических заболеваниях верхних дыхательных путей. Больные сюда ходят с удовольствием, но поскольку нам нужно соблюдать дистанцию, загруженность этой комнаты бывает на один сеанс где-то не более двух-трех человек максимум. В реабилитационном лечебном центре есть все необходимые условия. Это высококвалифицированный персонал и благоустроенные палаты. А для диагностики и лечения больных здесь предусмотрены и кабинет ультразвуковой диагностики и кабинет спирографии. Это один из основных методов исследования в пульмонологии и терапии для оценки функционального состояния легких. Спирография – это метод исследования скорости выдыхаемого воздуха и жизненной емкости легких. Показывает нам функциональную активность бронхолегочной системы. Также в центре предусмотрен кабинет компьютерной томографии, где специалисты проводят необходимый объем исследований. В настоящее время объем работы увеличился в связи с эпидемией. Наш реабилитационный центр сейчас занимается реабилитацией пусководных больных. Всем этим больным перед госпитализацией мы делаем компьютерную томографию, для того чтобы уточнить их состояние и решить, какая непосредственная реабилитация им нужна. Продолжительность бесплатного восстановительного лечения в реабилитационном центре длится 14-16 дней. Куличная мощность – 180 мест круглосуточного стационара и 11 дневного. На сегодняшний день здесь проходит реабилитацию около 50 человек. Палата у нас комфортная. В большинстве случаев, как я сказала, мы кладем туда по одному человеку, по два максимума. На первом этаже в отделении кардиореабилитации у нас проведено 24, было сейчас еще довели 28 точек стационарного кислорода. Привезены баллоны с кислородом. То есть мы можем брать больных тоже, которым нужна кислородная поддержка. Госпитализация больных занимает чуть больше времени, чем это было до эпидемии коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что ужесточились требования как на федеральном уровне, так и на региональном. Для того, чтобы пройти восстановительную реабилитацию, необходимо обратиться к своему участковому врачу. Тот, в свою очередь, направит на врачебную комиссию, которая и выдает направление с перечнем результатов обследования. Альбина Ламкова, Робик Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.